Всем привет наши дорогие зрители и подписчики канала! С вами как всегда я Славян, я за рулем, за рулем автомобиля Discovery 3, он уже мелькал в нашем выпуске и прикиньте, я ровно два месяца как не был за рулем, два месяца как мы продали нашу ML, выпуск как мы это сделали, кому продали, куда она уехала, по ссылочке в описании смотрите. Этот выпуск будет посвящен тому, как мы приобретем автомобиль, какой мы автомобиль приобретем, где и так далее и тому подобное. Присаживайтесь поудобнее, погнали! Обязательно досмотрите этот выпуск до конца, потому что вы просто охренеете, что за автомобиль мы купили. Автомобиль мечта, вот он пожалует каждого мужика, особенно которого имеет большую семью. Мы у официалов KIA. И давайте сначала с предыстории. Мы совсем недавно отправились пожить в Турции и прожили там почти два месяца. Там думали будем до апреля, в итоге у нас не получилось, потому что и без машины некомфортно, у нас трое детей. Ну и в целом заморачиваться с ВНЖ на такой короткий период не хочется. Лучше сейчас взять машину и потом туда отправиться уже непосредственно надолго. Я уже показывал в выпусках вот этот Discovery. Я просто делал сравнение, почему я считаю, что эта машина для путешествий хороша. Одна из лучших в принципе, ну так, на мой взгляд. Но так случилось, что когда мы в Турции переезжали из Анталии в Аланию, мы прокатились на Мерседесе Viana. И знаете, когда мы окунулись вот в этот вот большой салон, отчасти мы всей семьей поняли вот, что нам нужно. До этого мы рассматривали, значит, Мерседес ГЛ. Блин, так круговой здесь ужасно. Мерседес ГЛ, естественно, семиместный. Discovery тоже семиместный рассматривал, но в Discovery, как только откладывается, раскладывается третий ряд сидений, багажника там нету вообще. Все, его там больше не существует. Соответственно, это, конечно, история неудобна никак. В ГЛ есть багажник, но найти ГЛ хороший года, наверное, десятого сложно, но можно. Я еще думал, взял ТГЛ года четырнадцатого, но тогда по деньгам я немного не вписываюсь вообще в свои бюджеты. Пока мы были в Турции, в Панавто, это в Москве у официалов, выстрелил ГЛ 2011 года за миллион девятьсот. Лютый экспонат, состояние, ну, идеальнейшее. Один владелец, ну вот, но он реально потрясающий. И я чуть не сорвался за ним. Но потом, смотря всякие обзоры, изучая, как люди путешествуют на той или иной машине, мы пришли к другому. Мы поняли, что нам нужна все-таки еще больше машина. И смотря, как люди кайфуют от нее, я понял, что да, это наш вариант. И сейчас в Москве продается такой как раз вариант. Пока мы были в Турции, попросил отца съездить, посмотреть. Но у нее есть некие загвоздки, он, конечно, съездил, но там, короче, не посмотрел. Чуть позже расскажу, почему. И вот мы прилетели, я каждый вечер ходил, замаялся из угла в угол в надежде, чтобы не купили, чтобы объявление было активно. Оно пока активно. Мы только сегодня приземлились. Мы приехали к родителям, быстро я покушал, прыгнул в мамину машину. И мычу в Москву, чтобы посмотреть, зарезервировать. Вот. И думаю, что уже завтра непосредственно забрать. Но посмотрим. Да, пока доехал, уже и темно. Вот красавчик стоит. Я вот думал, белый. Вот Гаэльчик стоит, но не влазим. В бюджет мы в него. Думал взять его. Вот еще лютый, лютый красавец. Приезжаю, значит, в этот автосалон. Автосалон называется Автоград. Это им антиреклама. Менеджер мне говорит, что, мол, такая машина типа сломалась. Ее сейчас как бы нету и не будет. Ее отогнали в Хунцево. Помните, я говорил, что отец ее съездил, хотел посмотреть, но так и не посмотрел. Так вот. Ему сказали, что это типа банковский вариант. Типа ух, собственника забрали эту машину за долги. Она теперь стоит на площадке Воденцова. И я реально летел именно за этой машиной. Ну, вы же фоточку видели ранее? Но она такая ляля. Вот эти диски, внешний вид, вроде все нормально по салону. И комплектация именно та, которая мне нужна была, которую я и искал. Он мне говорит, что ее нет, она типа там сломана, бла-бла-бла. И предлагает мне совершенно другой вариант. Говорит, пойдем посмотрим. Забегая вперед, скажу, что я просто потом понял. При мне пришел еще человек, потом еще человек. А потом, когда мы брали уже машину официальных дилеров, мне сказали, что Автоград делает так. Они выставляют какой-то лютый, прям экспонат на фотографию. Вы на него смотрите. Вау, приезжаете. И по телефону они могут сказать, что да, такая машина есть. Вы приезжаете туда, а машины нет. И вам либо предлагают другую, и вы уезжаете на другом автомобиле. Либо расстраиваетесь, как и я. Смотрю другой вариант, расстраиваюсь и уезжаю домой. Смотрите другой вариант. Пробуем ее на холодную. Да, наверное, не, бесполезно. Так, прикурили. Завелась. Так, загоняют его сюда в помещение. Весь в снегу, да. Вообще, вот он красный. Вот такой. Но лучше на вот такую. Салон. Здесь какая-то коцкая. Люди сыграть еще вот это такое. Знаю, что здесь такое. Что-то как будто масло. Ну вот куда-то сюда удар был, что ли. Так. Вот тут немножко подзатерто. Ну, чуть трещина есть. Что тут еще у нас? Камеру заголхозили. TDI. Вот она, дверь. И багажник. Крыша, конечно, вообще громеднейшая. Это что такое? Херня какая-то. Я вчера не стал ничего снимать, потому что с автосалона я вышел очень поздно. Было уже темно. Я решил пережить с этой информацией, которую я получил в автосалоне. И сегодня я вам все расскажу. Но чуть попозже. Я сейчас еду на работу за мамой, забираю ее, потом мы с Настенькой вместе едем в другой автосалон и настроены на покупку. Но об этом чуть попозже. Как вы поняли, красный мультиван мы тоже скинули. Почему? Потому что, ну, во-первых, красный цвет. Я вообще не понимаю. Красный цвет. Ну, как-то, как-то я не знаю. Не по мне. А еще такое ощущение, что эта машина собрана из разных машин. То есть, смотришь, например, на крыло с внутренней стороны, там один оттенок. Смотришь на багажник, там другой оттенок. И так вообще абсолютно по всей машине, везде изнутри разный оттенок. Понятное дело, что она облита несколько раз, наверное, краской. Но то, что на каждой детали различный оттенок, это, конечно, еще больше смутило. Но, по крайней мере, в этой машине я полностью полазил, посмотрел комплектацию, все пощупал, все потрогал. И даже сидушками сломал. Она упала и обратно не возвращалась. Все они сказали, ладно, техник будет сам разбираться. Но мы едем дальше. Я решил, чтобы не терять время, сразу взять тачку в аренду, в каршеринг. Первый раз это буду делать. Вот сейчас даже пришлось развернуться, потому что возле дома, которые висели, мы с Настенькой смотрели, они уже забронированы. Здесь в Подольске чуть ближе к центру есть. Сейчас доеду, покажу. Так, Kia Rio, паром-пом-пом. 068-KV7D7. Открыть авто и подписать акт. Так. Вроде... Вроде ничего не битое. Грязное, правда? Как не знаю, что. Ага. Ага. Блин, я, конечно, не знаю, как это работает. Фары. Да, фары вроде тоже все нормальные, да? Правда, грязные, как не знаю, что. И стекла вроде все на месте. Да? Пурум-пурум-пум. Так, колеса тоже в норме. Жесть. Да. Так, ладно. Подписать. Опс. Так, ну что, здорово, хоть в салоне. Чисто. Сейчас надо понять, где здесь. А, вот тут книжка. И тут, видимо, документы, да? А это... А, это топливная штуковина. Все, я помер. Это на заправку. Ну, прикольно. Слушай, все когда-то, как говорится, бывает первый раз. Ладно, все, я думаю, надо заводить. И ключ, кстати, вот он у нас. Шикс. Завел, вроде все нормально. Тут автомат, все дела. Единственное, что не хватает этой незамерзайки. Вот я сейчас залью по-быстрому. Вон, хорошо, что у мамы в магазинке было. Обязательно пристегиваемся. Ну, так, необычно все это дело. Руль. Новая, кстати, машина. По логотипу Жикс. Парковочка. Ручничочек, печечка. Подогрев руля есть. Подогрев сидушечки. Так, ну, вот так, наверное, да. Включить. Все, в принципе, норм. Радио есть. Все у нас работает. Топливо у нас тоже есть. Парктроники работают. Красота. Все. Так, зеркала настроены. Ну, поехали. За Настенькой мы выехали. Я заехал за Настенькой. Миронечка с нами. Детей оставили с бабушкой. Это прям вообще суперский вариант. Вот. По машине я еще хотел вам сказать, что вообще почти новая. Пробег у нее 7353 километра. Но я, конечно, удивлен, сколько она жрет. 10,8 на сотку. Это же очень много для малолитражки. Мне так кажется. Мы уже едем в Москве, в районе Нагатинской. И я хочу показать вам расход. А расход 6,3. То есть получается тот расход, который изначально вам грил 10,8, он неправильный. Вдруг вы задумываетесь о такой покупке автомобиля. То вот, знаете, вышит она 6,3 по городу. Вот мы в пробках сколько толкаемся. Что касается, кстати, каршеринга. Пока в пробке стоим расскажу. Я выбрал за фиксированную цену 1500, что-то с чем-то. Но мне сейчас пришло уведомление, что фиксированная цена скоро закончится. То есть подходит к концу. Я не понял, сколько времени туда входит. Но мы никуда не отлучались. Вот мы просто в пробке стоим. И должен произойти перерасчет. Но произойдет-перезойдет. Ладно с ним, бог с ним. По итогу я скажу, сколько вышло за каршеринг. И сколько времени мы были в аренде. Мы припарковались возле автосалона. Я очень надеюсь, что правильно припарковался. 1545 рублей у нас. Вот сейчас, наверное, еще пару минут. Сейчас пока Мирончик проснется. Вот, и буду завершать аренду. Прям на территории, короче, оставили тачку. 1550 рублей у нас примерно вышло. Не запомнил я. Все, бежим в автосалон. В автосалоне уже. Вот он, красавец. Под капотом у нас дизелек. Салон темный, кожа Алькантра. Вот. Поворотный, светлый потолок, большой кинотеатр. Так, здесь у нас что? Как оно тут у нас открывается? Вот, вставки под дерево. Вот, и вот он сзади. Ну, косяков как таковых-то нету. Ну, че, хром облез. Это, мне кажется, мелочи. Квест с покупкой машин у нас продолжается. Сегодня 31 декабря. Мы едем снова в автосалон, на этот раз к дилеру, смотреть еще один вариант нашего автомобиля. И самое, что интересное, это то, что официальные дилеры, почему мне нравится именно официалов покупать, мы так МЭРС покупали. Они выкатывают всю подноготную, они указывают все плюсы и все минусы тебе присылают, что нужно сделать, что подходит к ремонту, к замене. И это, как бы, здорово. Что касается мультивана, который мы смотрели коричневый, так вот, мы уехали из салона ни с чем, причем злы на них просто нереально. Потому что, когда они звонили мне, я сказал, мы поедем из юга Подмосковья, на север Москвы, представляете? С ребенком, с маленьким. Я им это все объяснил, они говорили, не-не-не, все прям нормально. Просто дело в том, что на мультиване на этот ценник был занижен. Вот, причем он 13-го года, и цена 1,4. Я так думаю, нифига себе. Ну, как оказалось, бесплатный сыр только в нашуловке. В итоге тачка оказалась хривой по документам. Причем они нам так долго делали мозги. Наверное, часа там полтора точно пробыли. Ехали туда на шеринге, обратно тоже на шеринге. Благо, машина, на которой мы приехали, ее как бы никто не взял, и мы на ней вернулись. Но очень жалко потраченного времени. Это самый основной такой момент. Ну и все, и расстроились. Потому что сама по себе машина, она очень клевая. Вот она прям, она лютая. Ну, по крайней мере, мы вместе там посидели, пощупали, потрогали и поняли, что мультиван – это наш автомобиль, который мы точно хотим и будем его искать. Ну что, друзья наши, мы приехали. Вот они, официальные дилеры – Kia, что-то там Skoda. Сейчас Мирончика забираю и пойдем смотреть. Ждем менеджера. Много тачек. Здесь отлично есть детская комната. Здесь даже аквариум с черепахой. Автомобиль, значит, у них стоит на чуть другой стоянке. Здесь такой большой шурум. Сейчас приключу камеру. Ну вот, вот так вот он выглядит. Видите? Большой-большой-большой шурум. Уличный. Вот. Сейчас дойдем. Будем смотреть. Да, машина немножко оказалась в сугробе. Сейчас ждем техника. Приедет. Все будет чистить. Так, ну так. Вроде лакокрасочная, нормальная. Ну, чуть потертости есть. Вот. Основной салон. Ну, в принципе, что? Нормально. ДСГшка. Сидушки. Ну, в норме. Вот все, в принципе. Ничего здесь не затерто. Руль норм. Потолок светлый. Это хорошо. Так, Настенька пошла подписывать все документы. Так, Настенька зря время не теряет. Села такая. Кайфует. Вот, вот, затряслась. Затряслась, мать. Ну что, мы стали счастливыми обладателями. И посмотрите, какой машины, друзья. Пишите свои поздравления. Мы купили Volkswagen Multivan. Посмотрите, какой он классный. Сотрите. Ну, просто лютый. Пишите комменты. Вот он, лютый салон, как мы хотели. Поздравляйте с покупочкой в комментариях. Мы едем домой сегодня. 31 декабря. У нас даже елка не наряжена. Ничего не готово. В следующем выпуске я сделаю полнейший обзор. Все, мы полетели. С Новым годом. Выпускают здесь строго. Проверяют вин. Ну все. Сейчас поедем. Все, да? Все, да. Так, все. У меня все, да, бумаги? Вы мне все дали. Все. Все, да, прощаемся, да? Спасибо. Все, с наступающим Новым годом. Спасибо огромное. Я поздравляюсь с наступающим. Да, спасибо. Всего хорошего. До свидания. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok